17 сентября в полутора дня в дежурную службу МЧС от прохожих поступило сообщение о пожаре частного дома в агрогородке Горбацевич и Бобруйского района. Когда на место ЧП прибыли спасатели, возле горящего дома находился обожженный 49-летний житель, который рассказал, внутри остался его 51-летний брат. К сожалению, спасти сельчанина не удалось. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован. Одна секунда и жизнь изменилась на до и после. На месте деревенского дома теперь пепелище. Обожженные стены, мебель, тошнотворный запах гари, все, что осталось от жилища двух братьев. Один из первых на возгорание среагировал Василий Замшир. Мужчина не только сообщил спасателям о случившемся, но и предупредил соседей о беде, тем самым помог сберечь их дома. Вызвало сразу такой черный дым с большой трубы, с дальней. Ну, подумали, с соседом здесь мы стояли, подумали, что-то вроде бы тепло, они начинают топить протопку. А потом пошел уже черный такой густой дым, вот с этой, с ближней трубы. Но когда уже пошел дым именно с крыши, вот тогда я уже набрал телефон. Вечером 17 числа еще один тревожный звонок. В деревне Емельянов мост пенсионер употребил спиртное и уснул прямо на земле с сигаретой в руках. Зарево обнаружили очевидцы, которые с помощью подручных средств справились с огнем. В больницу мужчина попал с ожогами 42% тела. Еще позднее, уже в районе бульвара молодежного, горел бытовой мусор. В ходе ликвидации было обнаружено тело человека без признаков жизни. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются. К сожалению, на территории города Бобруйска, Бобруйского района сложилась крайне сложная в пожарном отношении ситуация. Мы, как видим, сухая, ясная, теплая погода способствует данному процессу пожарной безопасности. Только за эту и прошлую неделю в городе Бобруйске произошло 6 пожаров. 12 загораний было сухой растительностью зафиксировано. На пожарах у нас погибло 3 человека и 2 человека находятся в реанимации с различными степенями по ожогам. Сегодня все силы Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям совместно с гор и райисполкомом работают на предупреждение. В рейдовых мероприятиях спасатели выявляют нарушение законодательства по палу сухой растительности, небезопасному разведению костров. Наши жизни в наших руках. Большинство возгораний возможно избежать, уверяет статистика.